Работаем! Слушайте, ну, первый вопрос. Можете, в принципе, рассказать о том, что мы сегодня видели? Начнем с этого. Ну, вы сегодня присутствовали на учебном сборе по прошу-десантной подготовке. Специальное подразделение, подразделение всех специального назначения. Федеральная служба, ГОС, Национальная гвардия, Российская Федерация. Данные учебные сборы у нас подразумевают прошу-десантную подготовку для доставки подразделений с использованием парашютных систем специального назначения на любые расстояния, которые позволяют нашей авиационной технике, которая у нас инвестирует. И на любые площадки, которые у нас есть. То, что сегодня нас, в том числе, в тандеме приземляли, это же имеет какое-то практическое значение? Конечно. Один из способов доставки, особенно специалистов, которые не обладают опыта выполнения парашютных прыжков, это доставка именно в тандеме. Именно с тандем пилота, который может доставить любого специалиста, который бы был нужен для выполнения поставленной задачи. То есть мы сегодня не просто покатались, а помогали бойцам отрабатывать навыки? Конечно. Вы именно участвовали в том мероприятии, где проходит тренировка данных тандем пилотов. Вместе с подразделениями, которыми вы осуществляли прыжок. Ну вот и погода сегодня для многих может показаться, что может быть не самая удачная, но для учений, наверное, наоборот, ведь приходится в самых разных экстремальных условиях совершать десантирование. Конечно. Даже вот эта погода с нижней границей обученности, 500 метров, она вносит свои коррективы в выполнение прыжка. То есть это более ответственность такое прыжковое. Расчет делается более ответственно. И когда ты не видишь землю, а земля появляется у тебя только с 500 метров, то есть ты должен именно выйти в том районе приземлицы, где ты наметил это приземление. Это как раз один из видов тренировки и подготовности наших подразделений. Скажите, как часто проходят такие сборы и что еще в них пользуются, кроме прыжков, какие-то, может, что-то наподобие есть? Ну, парашютный десантоплотовка в силу специального назначения Росгвардии у нас проходит ежегодно. У нас проходят два учебных сбора. Это по первоначальной подготовке, когда у нас берется военнослужащий или специалист, не имеющий опыта вообще в выполнении прыжков. И вот он за месяц, мы его готовим до уровня выполнения прыжков с парашютной системой «Старо». Первоначальная у него подготовка идет с парашютной системой «Дейдинг-катюр». Он обучается у нас управлению телом в свободном падении, приземлению, действием при приземлении. И вот когда он освоит именно свое свободное падение в воздушном пространстве, мы его переводим на парашютную систему «Старо». Вот эти сборы, как я показал, у нас готовятся именно штатные подразделения работы. Штатные подразделения прибывают на сбор с готовностью 50%. Сейчас, к концу сбора, у нас полностью штатный взвод готов выполнить задачу с применением парашютной системы специального назначения «Старо». Они работают у нас, выполнили уже прыжки с контейнерами, с оружием, с СЛ-76 самолета, с вертолета. Сами видите, в непростых погодных условиях с нижней границей облачности. А также на непрогательной площадке. То есть сейчас данный взвод уже практически подготовлен к выполнению задач, связанных с доставкой именно с парашютной системой «Старо». Это сколько они в месяц прыжков-то сделали, потому что… Делается у нас за сбор до 80-100 прыжков в каждой парашютке. Ну и кроме этого, как уже было сказано, у нас отрабатывается, кроме парашютной десантной платформы, также и беспарашютное десантирование с использованием устройства разного спуска в канат, с использованием альп-снаряжения и проводятся тренировки по эвакуации подразделения с использованием каната. Вот буквально недавно мы проводили тренировку по эвакуации и десантированию с использованием альп-снаряжения. Наша группа водолазов, которые работали, также будут применяться в их непосредственных действиях. А, стоп-стоп, да, конечно, конечно, должность у нас полностью, имя, фамилия. Начальник парашютной десантной службы, управление в гости специального назначения, главного управления сил специального назначения, федеральная служба в гости национальной гвардии, Российской Федерации, полковник Викторенко Сергея Анатольевич. И еще вопрос. А как давно существует вот это подразделение? Подготовка парашюттистов. Немножко некорректный вопрос. Подразделение. Хорошо, а не с 15-го, а как давно ведется такая подготовка? С какого года? Подготовка вообще, как парашютно-десантная, так и беспарашютная, она ведется у нас практически с 2009 года. Но, как сказать, более качественный свой подход мы начали осуществлять именно с 2019 года, когда мы начали готовить не раздельных военнослужащих, которые готовы выполнить прыжки с парашютом, а именно подразделения, которые готовы выполнить задачу с использованием парашютных систем в специальном назначении. Это штатные, должны быть штатные подразделения. Штатные именно подразделения. То есть это...